Ветеранов войны на праздничном концерте в Шумкенте развлекали тойскими песнями. Участникам Великой Отечественной и труженикам тыла местные артисты в качестве подарка преподнесли развлекательные песни тоев и даже композицию Шакиры в переводе на государственный язык. Конечно, в праздничном концерте прозвучали тематические композиции. Певец Аслжандаулетов исполнил две красивые песни – «Ардегирас Лагалар» и «Сарбаздар». По его словам, некоторые артисты просто поленились записать песню на патриотическую тему. Я всегда приглашаю на концерты к 7 и 9 мая, потому что эти две песни из моего репертуара посвящаются нашим героям. А то, что остальные артисты не подготовили песни к великому празднику, можно объяснить обычной ленью. На самом деле много тематических песен и не так сложно их записать. А динамичные тойские песни или песни про любовь больше востребованы, поэтому и исполняют. Но ведь День Победы празднуется лишь один раз в год. Жаль, что отдельные мои коллеги не удосужились подготовиться к празднику. На праздничном концерте в честь 72-й годовщины Великой Победы в Парке Независимости организаторы перед сценой поставили 200 стульев для ветеранов. Стулев, конечно, всем не хватило. Хоть подавляющее большинство гостей стояло, это не помешало им насладиться концертом. Среди гостей вечера была и 86-летняя ветеран тыла Нина Степановна. Ей, слава богу, досталось место в первом ряду. Женщине почтенного возраста скучать не пришлось. Мы жили в тылу, но мы дети войны. Наши отцы воевали на фронте, били врага, чтобы выжили мы. Жизни своей они не щадили ради победы, свободы страны. Я друженик тыла. Выбором артистов и концертных номеров занимался городской отдел культуры и развития языков Шумкента. Съемочная группа телекомпании Утрар ТВ поинтересовалась, чем руководствовались организаторы, выбирая молодежные тойские песни. Началось с того, что сотрудники отдела перенаправляли друг на друга. Когда очередь дошла до Самата Изболова, он, в свою очередь, наотрез отказался как-либо комментировать концерт. Было сказано лишь одно – за песни он не в ответе. В итоге побеседовать с нами согласилась Раушана Газиева, заведующая сектором отдела культуры и развития языков. Но разговор не сложился. За выбор песен для ветеранов, как оказалось, никто ответственности не несет.